доброе утро дорогие друзья мы рады вас видеть давайте помолимся господи благослови сейчас эту небольшую мысль к основной части иисус прославься приготовь наши сердца к основному господи слава тебе христос во имя твое молимся и просим аминь так давайте прочитаем с вами 1 тимофея 4 8 и по телесное упражнение мало полезно а благочестие на все полезно имея обетование жизни настоящей и будущей и также почитаем римлянам 8 главу 7 но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас ибо я уверен что не смерть не жизни ангелы не начала не силы не настоящие не будущее не высота не глубина ни другая какая тварь не может облучить нас от любви божией во христе иисусе господи нашим интересно здесь написано 1 тимофея а благочестие на все полезно и благочестие это слово благочестие в евангелии который укрепляет нас и слово полезное интересное слово это афилемос который означает может помочь один из переводов может помочь и послужить во всем и мы с вами видим здесь тогда что может совершать слово благочестие в евангелии в иисусе христе когда мы упражняемся в слове благочестие и мы с вами видим что она может послужить нам в избавлении во всех этих перечисленных вещах которые мы прочитали 8 главе она может исцелить избавлять нас от всего что является по адаму она может исцелять и послужить нас от осуждения разного рода и также она может помочь на то есть или по-другому она укрепляет нас в иисусе христе во все всевозможных вещах которые могут быть в нашей жизни как здесь мы видим в 8 главе все сие преодолеваем силою возлюбившего нас да или по-другому мы можем сказать все эти этого стиха из первого тимофея все сие преодолеваем словом благочестия евангелия в иисусе христе которая во первых может нас избавить исцелить от всевозможных вещей по адаму или других вещей которые могут тяготить нас или также укрепить нас силою словом благочестия в иисусе христе чтобы нам продолжать в иисусе христе в этих обетованиях да и слова благочестия в евангелии в иисусе христе она также раскрывает нам эти удивительные обетования которые нас ожидают это также служение будущее обетование в иисусе христе которые на которые которые которыми мы живем на это словно представьте себе определенные ворота которые мы скоро войдем в присутствие иисуса христа и она где-то вдали вдали но мы дойдем туда силою а в иисусе христе и также обетование для этой жизни жизни в иисусе христе например одно никогда нас не оставит и не покинет чтобы не происходило да и таким образом мы видим с вами что может совершать слово благочестия евангелия в иисусе христе она может послужить избавлением и также укрепить его силы аминь а слои вас господь спасибо аминь большое спасибо пастор нурлан замечательное назидание слово благочестия это всемогущее слово благодати слова господа спасает укрепляет укрепляет прощает дарует благодать это врата силы радости обетования не покидает слава господа спасибо отец наш небесный мы благодарны тебе в это особенное утро утро твое в твоем присутствии в твоем помазание твоей любви славе твои радости господи уж если ангелы радуются насколько ты господь радуешься потому что в этот момент встречи наших нашего человека созданного и сотворенного по твоему образцу с тобою господь это большое счастье и для нас это так благослови господь это слово посвящение дай нам замечательный заряд радости благочестия положение нашей жизни в евангелии почтение тебя господь прославься бог наш во имя твое иисус мы молимся и просим аминь сегодня у нас с вами 14 слово посвящение по первому посланию к тимофею это обозначает мы с вами около 14 часов провели вместе в размышлениях назиданиях в восторге в восторге размышления постижения слова божьего и оно такое чистое четкое честное оно охватывает сферы нашей жизни оно предлагает нам видение как жить в нашей жизни жить в церкви в жизни церкви наши взаимоотношения друг с другом итак первое к тимофею пятая глава с первого с первого стиха старца не укоряй но увещевай как отца не укоряй старец это пожилой человек это не обязательно старейшина потому что старейшина и пастор имеют другие взаимоотношения старец пожилой человек но которому уже достаточно много лет и отношение к нему и апостол павел предлагает он как твой отец и относись к нему с почтением с терпением как нам необходимо необходимы эти качества которые господь предлагает и в этом послании потому что мы можем быть порою вздорными нетерпеливыми можем быть но у нас есть также и это это дверь Иисус Христос дверь благости через которую мы входим и у нас есть терпение уважение почтение у нас есть взаимное откровение откровение от Бога для нас служащих людям и для служащего и для того кому мы служим это откровение о Господе потому что мы в данном случае вводим духом святым и это и дух святой больше чем слова это смыслы божьи какая красота слушайте так замечательно находиться в слове общения в Господе не укоряй а увещевай он мудрый человек мне понравилось увещевание одного из наших братьев это Володя Руденко и мы ехали с ним из Бишкека в Алмату и он стал разговаривать с пожилым человеком это был человек из другой религии он чтущий Бога замечательно и он сказал несколько слов по поводу его веры этого человека что вы можете сказать и тот стал отвечать прошло некоторое время собеседник замолчал это был старец пожилой человек и тогда Володя сказал спасибо отец я благодарен тебе за ну вам он там говорил с уважением за то что вы сказали и теперь я хочу поделиться с вами своей верой своими убеждениями и вот так вот этот диалог продолжался мы не торопимся мы разговариваем с драгоценным человеком за которого Господь принес себя на кресте голгофы увещевай будь добр обходителен являй Христа помогай и ты обнаружишь эффект этого увещевания в двух в трех личностях первое это Иисус через тебя говорит второе Иисус говорит с этим человеком и третье и ты возрастаешь следующая фраза младших то есть младших юношей молодых людей относись к ним как братьям замечательно мы приходим в церковь в воскресенье и навстречу нам выходит из зала другая церковь счастливые радостные они получили заряд бодрости они побывали в храме Божьем у них много радости и впечатлений которые посетили их во время слышания Слова Божьего выходят братья и сестры и они все смотрят на нас и радуются пришла следующая группа людей братьев и сестер и они обращаются с нами как с братьями с сестрами так же и мы с большим почтением встречаемся с пастором той церкви это приятное общение и в приветствии и в духе святом второй стих старец то есть это пожилых дам отнош относись к ним как к матери твоя мать твоя сестра пожилая для которой у тебя есть подарок в этого и в вам подарок и Иногда мы можем сказать, но у меня ничего нету, у вас есть Иисус Где этот подарок так замечательно описывается? Да вся Библия, например Когда Иисус разговаривает с Авраамом, который находится у себя в шатре Он поглощен мыслями Вот у него столько много, 15 глава, у него столько много хозяйства и так далее Он как грамотный, мудрый человек, старец, он смотрит вперед В этом взгляде вперед он уже начинает Так как возраст достаточно большой, ему свыше 100 лет И надо позаботиться о том, кто будет руководить этим хозяйством И как он будет, нужно внимательно изучить Кто из домочадцев, кто из тех людей, которые вместе с ним работают По этому хозяйству Он уже у себя построил план Хотя у него есть обетование Но наступает внутренний конфликт Обетование есть А сил, чтобы его исполнить, уже нет Обетование о том, что у него, от его супруги Родится сын, родятся дети А, есть Но он понимает, что он не способен уже на такие подвиги И, любя Бога, почитая его обетования Относится к этим обетованиям, как Но это ничего Господи, это всё в порядке Как-то ты по-другому, вероятно, всё будешь распределять И является Господь ему Там в шатре Первый стих 15 главы И поздравляет его Авраам, я твой щит Как Господь своим увещеванием Проникает в его опасения, страхи На такое смиренное отношение Я твой щит и награда твоя велика Подарок? Подарок Кто видит и воспринимает этот подарок Только Авраам? И теперь мы все Вот уже живущие Несколько тысячелетий позже И мы читаем эти слова Обращенные к Аврааму Интересно, как дух это переносит на нас Я твой щит Радуйся Я твой щит И награда для тебя велика То, что я исповедую тебя Нахожусь вместе с тобою За тобою И там еще награда Да, 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 да В человеческих отношениях Такие вещи бывают Но не в таком Не с такой амплитуды Не с таким покровом Потому что с тобой разговаривает Сам Господь Бог И мы принимаем это И мы делимся Этим прикосновением Тайны А Господь является Ну, мы же не боги Он для нас тайна Любимая Любящая Обнимающая нас К старицам относись Как к матери Обними Благослови Скажи добрые слова Это замечательно Какое хорошее отношение Да, восхитительное Отношение К своим Братьям и сестрам А вот Молодые дамы К ним отношение Как к сестрам Они твои сестры И ты с ними разговариваешь Со всякой чистотой Ты радуешься И в этой радости Ты видишь Господа Иисуса Христа Очень часто я размышляю Над взглядом Иисуса Христа В 23 главе 22 главе Евангелия От Луки Наверное, раньше Где Иисуса Схватили Его Привели На суд К первосвященникам Он находится Во внешнем Дворе И за ним Верно следует Петр Он сосредоточен Он сосредоточен На Иисусе Перед ним Происходит То событие Котором Он говорил И которое Ему неприятно Его Учителя Его Мессия О котором Он сказал Ты Христос Сын Бога Живого Арестовали И не происходит Никакого Намека На то Что произойдет Освобождение Он уходит В себя Петр В это Обозрение Того горя Которое Надвигается Лично На него К нему Подходят Люди И говорят А слушай Ты не Его ли Ученик Это момент Истины И он Его Проваливает Он мог бы Сказать Да Я Его Ученик Но не Может Он мог В разговоре С Иисусом Сказать Это Я Тебя Буду Защищать Я Свою Жизнь Положу Даже Если Все Разбегутся Я Буду Тебя Защищать Иисус С любовью Объяснял Петру Сейчас Ты не сможешь Да Смогу Смогу Господь Ты еще Меня Не знаешь И вот Подошел Момент Истины Не могу Трижды Он Отрекся И Каждое Отречение Это было Для него Таким Позором И поражением И вдруг Когда он Отрекся В третий Раз Он Увидел Христа Который Смотрит На него Обратите Внимание В такой Момент Когда Происходит Наше Бегство Ветхую Греховную Природу Надо Посмотреть На этот Взгляд Как на Взгляд Любви Он Пришел Ради Нас Вот Таких Смущающихся Пугливых Трусливых Для того Чтобы И взглядом А особенно А особенно Его словом Ободрить Там Иисус Не сказал Ничего А в конце Евангелия От Иоанна Он Специально Придет К Галилейскому Морю На котором Его ученики Семь человек Пытались Поймать Рыбу А он Им не дал Ничего Ничего Не дал Потому Что у него Было Больше Чем Просто Рыб У него Были Его Личные Взаимоотношения С этими Посланцами Которые Будут Сокрушать Римскую Империю Это его Отношения В церкви Уже Любовь К нам И когда Мы Почерпываем Эту Любовь То мы Несем Ее Молодых Дам К ним Отношения Как к Сестрам Со Всякой Чистотой Со Всяким Ободрением Вдовиц Почитай Истинных Вдовиц И здесь Открывается Ну Целый ряд Стихов По отношению К Вдовам Это Женщины Которые Потеряли Своего Мужа Он Умер Ушел И они Оказались Вдруг В положении Очень Уязвимом Ушел Кормилец И сразу Понимает Эта Дама Какая Утрата И В смысле Жизнеобеспечения Церковь Она Является Помощницей И Под покровом Все мы Находимся В церкви В теле Иисуса Христа Здесь сказано Почитай Вдовиц Истинный Вдовиц Истинная Вдова Она Описывается Далее Пятый стих Истинная Вдовица И Одинокая То есть У нее Нет Средств К Существованию Она Оказалась Одна Но она В церкви Одинокая Но Рядом Много Людей И Эти люди Ободряют Ее В надежде На Бога Кроме Того Такие Вдовы Их Церковь Брала А также И Под Материальный Покров Мы Читаем Об этом Например В Деяниях В шестой Главе Где Оказывается В первой Церкви В Иерусалиме Много Было Вдов Ну Их Вообще В Иерусалиме Ну Жизнь Продолжается Кто-то Уходит И Вот эти Дамы Остаются В тяжелом Положении И церковь Ведомая Духом Святым Господом Она Берет их Под свою Охрану И защиту Это Материально Большие Большие Издержки Кроме Того Каждый Кто Находится В церкви Находится В определенном Возрасте Иисуса Христа Это Послание Киевисянам Четвертая Глава Где Говорится О том Что в церкви Господь дал Дары Людьми Учителями Пасторами Которые Которых Действия Назидательные В церкви Приводят К тому Чтобы Тело Христово Возрастало Возрастало В способности Служить Воспринимать Служение Ободрять Друг Друга И Развивается Под Словом Божьим Развивается Восприятие Слова И Понимание И Жизнь По Слову Мы Разные По Духовному Возрасту Это Обозначает Что Мы Вообще-то Все Были Взяты Из этого Мира И В этом Мире Наша Жизнь Была Написана В Ефесянах Во второй Главе Первый Второй Третьей Стихи Мы Были Мертвыми В отношении Бога Мы Не Знали Его Мы Жили По Повелениям Которые Сходили Из Противной Богу Сферы Духовной Потому Потому Что Много Духов Есть Ангелы Святые Есть Демоны Которыми Руководит Предводитель Этих Демонов Дьявол И Для Дьявола Род Человеческий Это Лютые Враги Которых Он Ненавидит И И Использует Людей Только Лишь Для Того Чтобы Досадить Через Них Их Поведением Отношения Богу Господу Иисусу Христу Тот Положил Свою Жизнь И Он Положил Ради Каждого Человека Земли В Первом Тимофееве Во второй Главе Говорится Несколько Раз Во второй Четвертой Главах Бог Хочет Всех Спасти И Он Спасает Тех Кто Верные Ах Это Они Верные Они Достигли Понимания И Спасения Господь Их Спас И Он Работает И Над Верными И Теми Кто Еще Не Понимает И В церкви Есть Люди Которые Только Начинают А Также Есть Может Быть Которые Пришли И Еще Пока Не Веруют И Церковь Она Обходительно Она Воспринимает И так Далее Но Вот Это Пребывание Во второй Главе Первом Втором Третьем Стихах В мире Оно Имело Воздействие На Нас Это Воздействие Было Из Царства Тьмы Царство Тьмы Это Противление Богу А Какими Мы Были Да Мы Изучали То Что Нам Говорили В Институтах Да И Везде Да И В Семье И В Начальных Учреждениях Образовательных А Бога Нет Ну Нет Нет Это Укоренилось А Бог Богатой Любовью Милостью И Благодатью Ефесянам Вторая Глава Четвертый Стих Там Написано До этого Какой Падший Человек И Практически Его Невозможно Возвратить И Какой Обильной Любовью Бог Который Знает Этого Человека И Сколько Он Приводит Доказательств И Свидетельств И Не Отступает До Последнего Дыхания В жизни Этого Человека И Вот Из Этой Среды Среды Тьмы Которая Воздействует Противлением Сопротивлением А По отношению К Богу Один Откалывается Другой Откалывается Несколько Группа Вот уже церковь Пошла И Люди Приходят И Утверждаются В вере Происходит Что они Становятся Истинными Истинными Служителями Братьями И сестрами Они Возрастают В понятиях Но Эти У этих Людей Может быть Как я Говорю Разным Возраст Духовный Он еще Стоит Одной Ногой В мире И все Время Сравнивает Где-то Спорит У него Есть Смущение И так Далее То он С Богом То он Без Бога Четвертый Стих Извините Итак Есть Истинные Вдовицы Это уже Возросшие Они Надеются На Господа И они Под покровом Церкви Другие Люди В церкви Видят Это Замечательное Обхождение И покров Тоже В том числе И материальный Это Передает Смысл Что Находясь В церкви Человек Под защитой Бога Четвертый Стих Если же Какая Вдовица Имеет Детей Или Внучат То есть Это Зрелая Дама Прожившая Уже Достаточное Количество Лет У нее Есть Дети И вполне Возможно Они Достаточно Взрослые У них И уже Свои Дети И Тогда В этой Семье Имеется Предположение Со стороны Церкви Что Семья Возьмет Которая 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 Осталась Одна Должная Должная Родителя Ибо Это Угодно Богу Итак Мы здесь Видим Целую Группу Возможно Близких Родственников В Доме И И вот Произошло Такое Печальное Событие Оно Происходит Верующий Человек Все время Служит В семье Он Он Является Тем Светильником Который Дает Этот Духовный Свет Во Тьме Если Они Не Верующие Или же Возможность Для Возрастания Наш Каждый День Наполнен Временем И Это Время Для Человека Верующего Является Драгоценностью Эта Драгоценность Определяется Категорией Этот Человек Свет Миру От Иисуса Христа Послание К Филиппийцам Вторая Глава Мы Светила В Этом Мире Для Темного Мира Наше Время Оно Драгоценнее Чем Время Хирурга Который Врач Чует Своих Пациентов Спасает Их Хирургическими Операциями По Разным Направлениям Болей Такая Профессия Известна А Ваша Профессиональность Ведь Мы Верующие Каждый День Наполнен Тем Что Мы Заботимся О своих Близних Близних Не только Тем Что У них Есть Одежда Что Они Накормлены Нет Это Общение Ведь Наши Домочадцы Они Долгое Время Жили В этом Мире Во тьме И они Привыкли К этой Тьме Первое Послание Иоанна Вторая Глава Пятнадцатый Стих Говорится О том Что Мы Были Во тьме И мы Были В любви Агапе К этому Миру Не будем Упускать Этого Времени И тогда Вот это Дама Вдовица У нее Дети Она с ними Все время Разговаривает Еще до Этого События Она Обучает Бог Заботится О всей Семье Он Особенно Любовью Снабжает Эту Молодую Немолодую Особу Которую Обучает Свой Дом Мы не знаем Как Вероятно Так же Было И с Ее Можем И вот Наступило Это Время И у Бога Есть Подарок Для Вдовицы Есть Семья Которая Ее Очень Любит И эта Предполагается Предполагается В разных В разных В разных Республиках И вот И вот Они Они Поехали На Заработки В Ирландию Нам Сообщает Наша Родственница Мои дети В Ирландию Сейчас Дает нам Адрес Телефон И мы Связываемся С ними Смотрим На своих Родных И близких И Также Приглашаем Их В это В это Убежище Приходит Имейл Из Германии От От Молодого Человека И он Пишет Там В этом Имейле Вы С моим Папой Когда-то Были Очень Близкими Друзьями Вот Он Мне Часто Вас Рассказывает То есть Обо Мне А Я думаю Что Папе Будет Приятно Если Он Слышит Что И Мы Продолжаем Наши Взаимоотношения И Вот Я Размышляю Над этим Письмом И Думаю Да Мой Друг Замечательный И Семья Его Когда-то Мы Все Жили В Казахстане И Вот Он В Германии Тогда Я Пишу Этому Сыну Моего Друга И Рассказываю Об Иисусе Христе Чем Я могу Поделиться Христом Христом Я Я уверен Друга Тогда человек ищет. Мне что-то вот этот человек говорил. Делитесь драгоценностями. Четвёртый стих. Если же какая вдовица имеет детей и внучат, и они обучены почитать свою семью в Господе, и они обучены тому, чтобы воздавать должное родителям. Это угодно Богу. Замечательные взаимоотношения. Замечательные. Никогда не пожалеем, никогда не постудимся. Мы небеспечные верующие. Рядом с нами не только наши друзья, не только незнакомые, а наши родные, которым мы передаём и передаём и наставляем. Аминь. Отец наш Небесный, мои благодарны Тебе за это чудо веры, которое Ты развиваешь и работаешь над этим чудом через Слово Божье, через Сына Твоего, через Духа Святого. Благодарим Тебя за благословение, приближение и нахождение за этим щитом веры. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твою щедрость. Мы за щитом веры и с этим щитом идём. И Ты даруешь нам драгоценности. Какие? Множество людей. И в наших семьях тоже. Благодарим Тебя за это слово. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа. Вы в правильном месте. Вы слышали не слова упора, а слова ободрения. Примите Иисуса Христа как вашего Спасителя. Скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу Тебя, прости мои грехи. Спаси меня. Подари мне вечную жизнь. Я ещё мало понимаю. Научи. Я хочу знать больше. Приведи вживую церковь. Люби и прощай. Даруй благодать, истину, милость. Во имя Твоё, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Слава Господу.